Ребята, помните такой популярный сериал «Секретные материалы»? Атмосферный и напряженный, заставляющий сидеть на сутиле экранов. Если хотите вновь погрузиться в него, вам определенно стоит посетить канал «Дело Икс», где автор вкратце разбирает сюжет отдельных серий, к тому же перечисляя интересные и малоизвестные факты. Отличная возможность поностальгировать нам всем. «Дело Икс», ссылка в описании. Йо, с вами Борис Ордин. Подготовил свеженький ролик специально для моих зрителей. Еще несколько лет назад Ридли Скотт строил действительно наполеоновские планы по развитию киносерии «Чужой». Однако слабое выступление «Завета» и переход бренда под крыло Дисней свели надежды британца на нет. Как выяснилось, режиссер не готов расстаться с франчайзом и надеется, что ему разрешат завершить трилогию приколов. Я все еще думаю, что «Чужой» прошел уже достаточно длинный путь, но при этом ему бы не помешало немного обновиться. Когда мы делали первый фильм, я всегда задумывался о том, зачем эти существа были созданы и куда их везли. Я всегда представлял это место военным кораблем, который перевозил груз из этих яиц. Куда держал путь этот корабль и для чего предназначались яйца? Это вопрос к вопросу. Кто, зачем и почему? Это как раз следующая задумка, я думаю. Напомню, что серию приквелов открыл Прометей, затем последовал уже упомянутый «Завет», который разочаровал зрителей и едва не провалился в прокате. Некоторые поклонники Скотта надеются, что Дисней не станет перезапускать франшизу и даст режиссеру последний шанс возвести мостик между приквелами и оригинальным хоррором 1979 года. Я же деду уже не шибко доверяю, тем более если вспомнить, что он даже «Чужих» Джеймса Кэмерона не смотрел. К тому же две уже готовых предыстории не то чтобы не закольцевали историю, но и вообще увели ее в какие-то непонятные дебри. То ли Дэвид создал «Чужих», то ли инженеры, то ли и те, и те. В общем, черт ногу сломит. Звезда хоррор-франшизы «Крик» Нив Кэмпабл ведет переговор о том, чтобы сняться в пятой части «Крика», которая официально была анонсирована этой весной. Съемки новой главы «Кровавых похождений Гоустфейса» возглавят Мэтью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Что будет из себя представлять фильм, продолжение или перезагрузку, пока не сообщается. Вот что сказала Нив о своем возвращении к роли Сидни Прескотт, когда ее пригласили на одно из американских ютуб-шоу. «Они ко мне пришли, и у нас была беседа на эту тему. Из-за текущей ситуации в мире сложно сказать, когда можно ждать каких-то конкретных новостей, но я надеюсь, что звезды сойдутся, и мы сделаем это. «Удивительно, но первым официальным членом актерского состава проекта стала не Кэмпабелл, а Дэвид Аркетт. Я счастлив вновь сыграть Дьюи и воссоединиться со своей семьей из Крика, старой и новой», – заявил актер. «Это значимая часть моей жизни, и я надеюсь отдать должное наследию Уэса Крэвина ради фанатов и себя самого». Аркетт появлялся во всех четырех частях Крика. Его герой, полицейский Дьюи Райли, сыграл важную роль в раскрытии личности Гоустфейса, не раз подвергался нападению, но умудрился выжить и стать шерифом. Первые четыре фильма киносерии снял Уэс Крэвин. В общей сложности они заработали в мировом прокате около 630 миллионов долларов, сделав Крик одним из самых успешных хоррор-франчайзов в истории кино. Хорошая и плохая новости для поклонников «Безумного Макса». Я уже сообщал в одном из роликов, что студия Warner Bros. и Джордж Миллер закончили финансовый спор и приступили к созданию новой части франшизы. Это известие подтвердил еще один голливудский источник. К сожалению, в бочке меда нашлась ложка дегтя. Как известно, Ворнеры разрабатывают два постапокалиптических проекта – сиквел «Дороги ярости» и спин-оффа в Юрии Оси. Похоже, Миллер даст приоритет фильму о военачальнице несмертного Джо. Инсайдеры утверждают, что картина расскажет о юности Фьюри Оси. В этой связи в сети появились слухи, что студия откажется от услуг Шарли Стерон и произведет рекастинг. Актриса заслужила лестные отзывы за работу над образом Фьюри Оси в «Дороге ярости». Казалось, Шарли ждет большое будущее в киносерии. Вот только Warner Bros. может выступить в привычном репертуаре и принять очередное непопулярное решение. Голливуд овладел технологией омоложения звезд, однако Warner'ы вряд ли станут обращаться к помощи экспертов по компьютерной графике. Во-первых, создание CGI-модели на протяжении всего фильма влетит в студии в копеечку. Во-вторых, компании придется перерабатывать не только лицо, но и тело Терран. Инсайдеры утверждают, что история развернется до того, как Фьюри Оси начал работать на Джо. Возможно, мы встретим героиню в юношеские или даже подростковые годы. В таком случае студия найдет актрису подходящего возраста, а не станет возиться с омолаживанием Шарлиз. Поговаривают, что главную мужскую роль в фильме исполнит Яхья Абдул-Матин II из «Эквамена». В настоящий момент актер занят в другом амбициозном проекте Warner – четвертой части «Культовой матрицы». Официальные представители студии пока не спешат подтверждать слухи о сюжете и актерском составе Фьюри Оси. Еще студия Warner Bros. может продолжить эксперимент по созданию серьезных психологических драм о комиксовых злодеях. Руководство компании подумывает о съемках сольника одного из сильнейших врагов Бэтмена – Бэйна. Фильм позиционируется в качестве идейного наследника Джокера. Максимум мрачности и реализма при минимуме супергеройской мишуры. Желание ориентироваться на драму Тодда Филлипса понятно. Джокер заслужил восторженные отзывы в прессе, выиграл два Оскара и разменял миллиард долларов при скромном 55 миллионном бюджете. Для сравнения, последний развлекательный кинокомикс Уорнеров «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн» заработал 202 миллиона при бюджете 84,5 миллиона долларов. Поклонники DC Comics должны быть довольны эволюцией Бэйна на киноэкранах. Если в «Бэтмене и Робине» он казался глупым зомби-подобным монстром, то в ленте «Темные рыцари. Возрождение. Легенды» его повысили до уровня сильного стратега с интересной предысторией. Инсайдеры предупреждают, что сольник Бэйна находится на ранних стадиях обсуждения. Его дальнейшая судьба будет зависеть от того, захочет ли режиссер Мэтт Ривз задействовать суперзлодея в сиквелах «Бэтмена». Продюсер Дианы Джонса Фрэнк Маршалл в разговоре с Коллидер подтвердил, что пятый фильм франшизы снимет Джеймс Мэнголд, постановщик Логана и «Поезда на юму». Он заменит Стивена Спилберга, покинувшего проект в конце февраля. Маршалл отметил, что Мэнголд – идеальный выбор для проекта. Он замечательный режиссер и любит франшизу. Думаю, он нашел общий язык с Харрисоном Фордом. Все звезды сошлись в нужное время. Спилберг при этом будет помогать Мэнголду в качестве продюсера. По словам Маршалла, работа над сценарием только началась, и съемки стартуют не скоро. Одна из причин – пандемия коронавируса. Безусловно, сейчас в приоритете безопасность каждого – актеров, съемочной группы и всех остальных. Поэтому мы ждем рекомендации, которые постепенно приходят от экспертов по здравоохранению и студии. Мы пытаемся учесть все необходимое, чтобы продолжить работу и оставаться в безопасности. Это явно замедлит процесс, поэтому мы попытаемся приспособиться. Например, какое-то время вы не увидите сцен с большим количеством массовки. На площадках больше не будет общей еды, и это, наверное, к лучшему. Люди смогут поддерживать себя в форме. Также бонуса Маршалл рассказал, что хочет продолжить сагу о Джейсене Борне. Надеюсь, мы сможем придумать новую историю и найти нового постановщика. Последний фильм вышел в 2016 году и собрал в прокате 415 миллионов долларов при бюджете в 120 миллионов. Релиз «Индианы Джонса 5» намечен на 22 июля 2022 года. Он хочет привлечь к работе таких знатоков серии, как Стивен Спилберг и Колин Тревору «Извержение вулкана». Спасенные доисторические создания были проданы на черном рынке, однако многим удалось существовать. Мир Юрского периода «Власть» – первая картина из киносерии, в которой соберутся все звезды оригинального парка Юрского периода. К радости поклонников на экраны вернутся Джефф Голдблюм, Лора Дерн и Сэм Нил. Премьера новой части киновселенной запланирована на 11 июня 2021 года. А как вы считаете? Поделитесь своим мнением. Поставьте лайк, сделайте репост и подпишитесь на канал Объект. Мне нужна ваша активность. Пока! Подписывайтесь на наш канал Объект.